Сегодня международный день космоса, но мы с вами поговорим о вышивке. Всем привет, меня зовут Оля, и вы на канале про крестики. Я обещала, что сегодня будут итоги мая. Я вам соврала, но скорее так, я опять ошиблась, ну и да ладно, итогов мая сегодня не будет. Сегодня мы посмотрим топ-10 наборов про котиков. Как я и обещала, я пытаюсь сокращать длинное видео и разбила топ-10 на первую-вторую часть. Но так как сегодня я вам хочу показать распаковку, видео все равно не получилось коротким. Мне пришла посылка от пчелок. Я уже рассказала, что пчелки это магазин, в котором я покупаю 98% своих наборов. И вот мне пришел еще один пакет от них. Пришел он в выходные, я не удержалась, и естественно я его открыла по пути с почты. Поэтому в кадре я покажу, что было внутри, но самой распаковки буквально не будет. Я бы просто столько прождать не смогла. Вкратце расскажу еще о неких изменениях. Мои блогеры-подруги уже давно предлагают подключить мне донат. Мысль хорошая, но она довольно сложная. Я не очень в этом разобралась. Я решила, зачем что-то усложнять и просто добавлю внизу карту Сбера. Ну а вдруг? Мои родственники не очень серьезно относятся к моей работе блогера. А это все-таки, наверное, работа, потому что занимает большущее количество времени. Хоть и очень любимая работа. Ну а вдруг у меня будет повод им сказать, что они не правы. Ну да ладно, пусть будет. Ну а мы с вами давайте смотреть топ 10 наборов про котиков. Часть первая. Ну и начну я сегодня с распаковки. Тем более, что два набора из этого пакета пойдут в сегодняшний топ. Я даже не знаю, как лучше показать все это обилие добра. Ну, не знаю. Начну, наверное, издалека. Так. Смалявочек. Вот это все, что было. А это... Пойдем по чуть-чуть. Мне пришел вот такой вот набор от Клард. Попкорн. У меня еще там несколько наборов лежит в планах. Но я не помню, Клард ли это или Абрисарт. По-моему, Абрисарт. Мне кажется, она очень легко и быстро вышлится. И еще мне нравится, как здесь на задней стороне набора показывают комплектацию. Что мы найдем внутри. И, забегая вперед, скажу, что вот эти значки говорят о том, что на фетр рисунок не нанесен. То есть нам придется действовать исключительно согласно схеме. Вскрывать я его не буду. Как бы мне не хотелось его вышить. Как бы не был велик соблазн. Потому что вышить-то она, ну, правда, очень-очень быстро. И если, кстати, вы обратите внимание, у нее немножко отличный от Абрисарта вид закрепления. Если у Абрисарта, сшивание деталей, вот так я бы сказала, если у Абрисарта там идет бисерная такая линия, то здесь это обшивается нитками. Тоже, кстати, интересный вариант. Мне понравился. И я вижу, что не так уж и много просветов получается в этом наборе. По бисеру. Ну, вот, бликует, конечно, но, не знаю, может, вам что-то видно будет. Так, это первая маляточка. Вот этот набор я вскрывала, мне кажется, раза три. У меня руки чешутся до безобразия. Здесь используется бархатный шов. Вы увидели, что такое необычное исполнение, необычная техника. Вот ему в пару пчелка. Это, кстати, очередная пчелка в моей коллекции. Я очень люблю пчелок и наборы с пчелами. И, скажем вам по секрету, в этом месяце я даже одну вышила. Ура! Но это, к сожалению, не это. Ну, или не к сожалению, потому что тот вариант мне, конечно, тоже очень нравится. Так вот. Ну, и чертополох. Чертополох, конечно, тоже большая моя слабость. Что я вам хочу? А вот здесь, кстати, блестяще вышивается. Мне очень интересно было. Мне было до безумия интересно, что там внутри. А здесь внутри не вижу. Вот здесь не видно, но вообще там есть такая деревянная спица лежит. Вот на эту деревянную спицу накидывается игла. Дальше все это пришивается крестиком. Ну, уж чем-то похожим на крестик. В общем, очень интересная техника исполнения. Мне хочется очень попробовать небольшие схемы, небольшие наборы. Это недолго. И соблазн, конечно, был очень велик. Если бы не обилие стартов в этом месяце, я бы, может быть, даже и взялась. А так, к сожалению, похоже, отложу я это дело все до конца лета. Уже сейчас я понимаю, что хотела с собой в деревню взять один максимум два набора. Ну, три. Три получалось набора, потому что два набора я должна вышить каждый месяц по набору. Ну, и один как основной процесс. Но в результате, кажется, я их возьму семь. Аж целых семь. Не представляю, где я найду на все это время и как я с этим справлюсь. Но я так поняла, что мне вот эти вот финиши необходимы. И они имеют право на... Ну, они имеют шанс случиться, поэтому такая вот с этим история. В общем, да. Ну, очень интересная техника, очень классная. Потом мы с вами как-нибудь в каком-нибудь из топов эти наборы обязательно раздербаним. Дальше у нас вот такая вот новинчика от Револис. Сомневались мы долго с подружкой, обсуждали с Маришкой этот набор. Нравится, не нравится. Что-то в нем вот вроде он классный, а что-то все-таки, ну, немножко смущало. Наверное, сам вот этот волшебник, он не очень типичен, наверное, для наших... Для нашего фольклора. Вот так. Ну, вот вроде бы едет. Так, сегодня у меня вот такая необычная указка будет. Буду показывать синим единорогом. Эту ручку подарили сыну. В общем, я думаю, что он не будет возражать, что я ее отдал уже у него. Так вот, едет такая вот колесница, повозка, как же это правильно сказать, такую... Ну, лошадь, заяц, все как бы привычно. А вот этот волшебник, ну, кто он? Странствующий чародей. И у нас чародеи не так представлялись конкретно в наших сказках, наших мифах. Мифах нет, наверное, не мифах. В фольклоре, в общем, сказаниях и так далее. Но смотрела я на него, смотрела, смотрела, смотрела и поняла, что он мне все равно очень нравится. Наши мои обожаемые синие цвета, природа, атмосферность. Я очень-очень и очень люблю атмосферную вышивку. Когда ты смотришь, и у тебя появляется... Ты чувствуешь настроение, ты видишь себя в этом месте. Ты можешь рассказать, наверное, даже какую-то историю о том, что происходит, что это. Ну, ты представляешь запахи, погоду, температуру. В общем, люблю я такие наборы. И, ну, странствующий чародей, а набор именно так и называется, странствующий чародей все-таки из них. И глядя на него, глядя, я долго смотрела, и, в общем-то, я и к нему-то уже и привыкла. Надо будет как-то тоже его более личным сделать. Ну, имя-то дать. Хотя, может, имя дам детей к этому привлеку. Я же люблю имена давать. Но имена даются только тогда, когда это вышито. Или в процессе. Так что пока, пока нет. Я его, как видите, не вскрывала. Это антивандальная застежка. Никуда не делась. Кстати, посмотрите, наверное, один из немногих случаев, когда на обратной стороне вышивка мне нравится. Предложный вариант. Именно вот этот. Хотя и он для меня нетипичен. Но об этом подробнее расскажу тогда, когда буду снимать о нем распаковку. Я надеюсь, это будет очень скоро. Следующие два набора я бы вам показала в паре. Ну, и понятно, почему. Потому что они очень и очень похожи друг на друга. Этот волк, он... Я в него влюбилась. Он мне очень нравится. Такой классный. Ну, и подойдет к моей волчьей коллекции. Волков у меня много. Я о том уже говорила. Смотреться будет очень удачно. Этот набор я, кстати, распаковала. Эта подушка будет. Потому как... Необычная подушка. Потому как мне было интересно, как эта подушка будет смотреться с остальными, наверное, моими. Причем посмотрела, думаю, что здесь вышивать так мало. Ну, заполняется все одним цветом в основном. Но нет. Это, конечно, даже на отшиве видно, что здесь не только один цвет. Но я посмотрела схему, конечно, и немножко ужаснулась. Все не так просто и элементарно, как мне казалось. И также немножко проспоили. Волк не зашивается. Это цвет основы. У волка только бэк. Ну, и вот там ялочка, глаза. А все остальное это бэк. Ну, и этот набор я тоже обожаю. Интересно. Здесь такое ощущение, что даже золотом зашивается. Но, по-моему, нет. Я не припомню. Там таких ниток. А их там и нету золотых. Просто так ярко играет в желтый цвет. Я, может, и добавлю золото, потому как это не подушка. Вытираться не будет. Ну, и это из тех наборов, за что я обожаю рту. За что это, наверное, все-таки самая любимая моя компания-производитель. Вот. И название. Это история про маленькую красную шапочку. Шикарное название. Шикарное. В общем, да. Надеюсь, не отложу в долгий ящик. Очень-очень на это надеюсь. О, это, кстати, было не в посылке. Это я тут недавно заслала фикс прайс. Купила себе алмазку. Она уже стоит подороже, чем раньше. Не 77 рублей. Очень простенькая, кстати. Но такую я еще не видела. И, если честно, мне нравится. Именно парус, маяк. Но достаточно качественный рисунок. Классный. Хочу-хочу выложить. Ладно. Я все хочу. Надо взять себя в руки и закончить с хвостами. Вот такой вот набор заказала. Его я уже покупала и дарила своим племяшкам. Теперь я решила купить его сыну. Я надеюсь, что у него пойдет вышивка. И этот набор очень удачный. Ну, во-первых, и для мальчишки, и для девчонки он хорошо подойдет. А, во-вторых, он небольшой и несложный. У него размер всего 9 на 9,5 см. Ладно, я горячую, что он несложный. Но, на самом деле, здесь 10-ая Аида, по-моему. 10-ая или 11-ая. Не могу сказать точно. В общем, небольшая. Мне, кстати, интересно. Я же его не вскрывала. Мне интересно, какая там иголка. Но иголка, я подозреваю, там тоже не пластиковая, а обычная металлическая. Ну, и, с другой стороны, он у меня не малыш. Справится. Еще мне пришла вот такая вот шикарнейшая тыква от Милхила. То, что у меня лежит в коробке, я уже показала подружке Саше, ну, в посылке. Она посмотрела на это и сказала, о, ты, похоже, любитель тыкв. И я так посмотрела и поняла, что очень сильно похоже, что я любитель тыкв, на самом деле. У меня их очень и очень много. Скажу по секрету, даже в сегодняшнем топе их будет аж 2 штуки. Да. Ну, как, в топ-10 будет 2 штуки. Но в разных пятерках. Ну, как всегда, много бисера. Вот такой вот классный листочек там пришивается. Опять надо разбирать нитки. Кстати, здесь они лежат очень странно. Интересно, почему кто-то уже разобрал до меня или в этот раз им так упаковали. Во всех остальных вариантах у меня там не так все. Не могу. Не так и не так. Я не думаю, что наборы Милхилл у меня будут уходить в долгий ящик. И, к слову, о тыквах. Вот еще одна тыква, которую я заказала. Причем вот эти две тыквы, эти два набора я заказывала тоже у пчелок. Там были наборы, которые... Был выкуп у пчелок у Милхилла. Он пришел, но в связи с ковидом там все это сильно отодвигалось. Шел он очень долго. И, видимо, некоторое количество девушек отказались уже ждать. Отказались выкупать. И у пчелок осталось... Либо пчелки с запасом брали. В общем, у Иришек осталось некоторое количество наборов Милхилла, которые у них были в наличии, появились в наличии. Их можно было купить. Так вот, я так подозреваю, что все-таки кто-то отказался от тыкв, потому как заказ был сделан где-то в сентябре. В середине, я так подозреваю. Ну, середина, вторая половина. Но до Хэллоуина он не пришел. Ну, в общем. И вот эти две тыквы остались никому не нужные. И я их забрала. Они мне очень понравились. На самом деле, там был еще один набор. Ведьмочка, по-моему. И я хотела... Я его, по-моему, даже сначала выбрала, а потом отказалась. Ну, не помню, как там получилось. Я его не взяла в итоге. А потом, уже впоследствии, он у меня теперь не выходит из головы. Так же было с тем же набором Милхилла, который я вышиваю сейчас. И я помню, тогда я не выдержала. И сорвалась, и накупила кучу Милхилла, в том числе этот набор. Тогда, я помню, 14 наборов заказала. Не знаю, надо, наверное, заказать мне уже... Но как только появится возможность заказать себе эту ведьмочку и уже выбросить ее из головы. Хотя несколько наборов Милхилла, которые у них есть на рекламках, мне как раз очень нравятся. И я бы хотела заказать и их тоже. Не знаю, может быть, на день рождения у меня будет подарено некоторое количество денег. И кто бы угадал, на что я их потрачу. Конечно же, на вышивку. Ну, посмотрим. До этого еще месяц. Полтора месяца. Да. Так. Еще мне пришла вот такая вот пчелочка. Такой вот органайзер с пчелкой. Я не люблю деревянные органайзеры. Они для меня неудобные. Я предпочитаю паковские. Мне понравилось вышивать с органайзером дубко. Но, ну, как пака. Аналог пака копия. Но я с удовольствием вышиваю. Все-таки, все-таки я предпочитаю именно пака. Ну, опять же, копии пака. Ну, вы поняли, суть в этом. А деревянный не очень неудобный. Там нитка перетирается. Она там плотно держится. Но он такой красивый. Мне кажется, я бы его использовала в каком-то процессе просто для красоты. Ну, естественно, быстренько бы вышила. Мне кажется, он тоже вышивается очень быстро. Прям очень быстро. В общем, снова пчелка в моей коллекции. Классные. У меня, наверное, сверх того топа 10 пчелок, которые я вам показывала, еще 3 или 4 появилось после этого. Возможно, будет смысл потом сделать второй топ 10 наборов с пчелками. Ну, так, что еще покажу. Вот, мне пришла вот такая штука. Я почему-то думала, что это волшебная страна. Но это не волшебная страна. Здесь написано, что это... Вот. Что это вдохновение. Было из наличия у пчелок такой вот крутейший органайзер для бисера. Я его варварский, да, этого открывала, но упаковку я не пощадила. Я думаю, что многие его знают. Это тот самый органайзер пазл. Здесь 12 элементов. Удобно. Наверное, удобно будет с ним работать. Но есть некий нюанс. Вот. Видите? Так как все это держится на одном магните, оно приклеивается вот как хочет. То есть не встает, как обычно, несколько магнитов у той же волшебной страны. Кстати, удивляет. Правда, я почему-то думала, что это именно волшебная страна, а не вдохновение. Так у вас блюкует. Вот так попробую показать. Так вот. Так вот. И именно из-за этого они крутятся. И это, в общем-то, минус. Некий минус. Но плевать на этот минус, если честно. Потому что у органайзеров от волшебной страны есть один большой минус. Это один органайзер с разными ячейками. И одна-единственная крышка на все эти ячейки. И высыпать бисер назад очень-очень сложно. А вот здесь каждый отдельный органайзер открыл. Ну, просто в использовании быть аккуратным и все. Открыл каждый отдельный органайзер. И, пожалуйста. Можно даже не полностью открыть. Это плюс. А еще, что я для себя отметила хорошим плюсом, это наличие вот такого вот небольшого пространства. Сюда можно откидывать бисер, который, ну, не знаю, не пролез, например. В общем, какой-то брак, не брак. Ну, как это? Брак лучше, наверное, сразу выкидывать. А тот, что не пролез там конкретно через эту иглу, можно откидывать сюда. Или не подходит по размеру. Например, он не калиброванный. И я одного размера стараюсь выбирать бисер для работы, а те, что другого, откладываю. Ну, в общем, это тоже очень удобно. Поэтому я покупкой очень довольна. Да, это оргстекло. Оргстекло так или иначе будет царапаться довольно быстро, к сожалению. Но что поделаешь. Здесь еще вот такая классная подставка. Шикарная. Сейчас покажу подробнее. Еще хорошо, что у них не вплотную они стоят. То есть их можно перемещать. И даже видеть, что там внутри. Это классно. Это плюсик. Меня немножко огорчило, что вот у меня здесь пришел немного треснутый. Да. Но, но это лечится. Наверное, клеем ПВА. Да. Здесь какая-то трещина, не трещина. Ну, вот здесь. Здесь как-то пошарпано. Но, видать, да, на производство у них там что-то. Либо само по себе такое не очень аккуратное производство. Либо, не знаю, либо не так. Мне так повезло. Ну, это незаметно, но функционал не влияет. И, в общем-то, мне безумно-безумно нравится. Я искренне рекомендую этот органайзер, так как плюсов гораздо больше, чем минусов. И очень, надо сказать, существенных плюсов. Ну, и последние два набора, которые будут в этом топ-10. Это чехол для ножниц от волшебной страны. И мягкие лапки. Кошечка такая. В пару к моей львице. Это Абресарта. И не помню, подушка ли это. Нет, наверное, не подушка. Здесь написано 30 на 30 сантиметров. Хотя подушка там тоже. Мне нравится, они пишут, ну-ка, там количество цветов 46, понятно, 109 метров нити. Смешно. Наборы в миллиметрах. Вот, если честно, не хватает для производителей, такой, подкину вам хорошую коммерческую идею, на наборах писать размер в крестиках и количество крестиков в наборе. Так как все мы балованы уже сагой и парадайзом, пожалуй, мы можем оценить свои трудозатраты гораздо более эффективно, зная количество крестиков. То есть мы знаем свою скорость, столько-то крестиков в неделю. И, кстати, не только те, кто сагой пользуется, считают. Просто это немножко сложнее. В общем, нашу скорость-то мы знаем. И посмотреть на этот набор, и оценить, по силам он нам или нет, и как долго мы с ним будем возиться, есть ли смысл его покупать, очень сильно поможет именно количество крестиков. Да. Ну и размер в крестиках – это тоже очень полезная информация. Но как минимум мне, которая делает эти топы с этой информацией, мне не придется ее выискивать, высчитывать. Хотя, о чем я говорю, многие производители ленятся даже на десятки поделить свою схему, подписать эти цифры. Причем такие крупные производители. Не будем показывать пальцем. Да. И, пожалуй, закончу я чем? Это такими приятными бонусами. Открыточка от пчелок в подарок. И такой вот подарок канвы. Я так полагаю, что это 14-я аида. Да, пожалуй, она 14-я. Белая канва. Не знаю, кто производитель, потому что канва... Ну, я ее уже подсискала немножко. Ну, и в дороге, кстати, она помялась. Так вот, белая аида всегда пригодится. Однозначно. Но кто производитель аида, я не знаю. Ни Цвайгартон и ни Гамма. Потому что она мягкая. Достаточно мягкая. Ну, я думаю, что она найдет у меня применение. Ну, 14-я белая аида. Ну, серьезно. Однозначно пригодится. Вот. Так что за подарки очень благодарна. Здесь еще такой стикер, что это подарок. Потому что, когда мне первый раз пришел от пчелок подарок, кстати, я вам сейчас его покажу. Вот такую вот заготовку. Нет, не заготовку. Как же сказать там? Подставку. Мне прислали пчелки в подарок в первый раз. Я была в таком восторге. Я сначала решила, что... Они мне случайно прислали. Написала им об этом. Они говорят, нет, это подарок. Мне так приятно было. Она, правда, чуть-чуть у меня уже покоцивалась. Она воспользованием. Это подставка для телефона. Сюда вешаются часы. Сюда можно повесить ключи от квартиры. Или сюда они вешаются, ключи от квартиры. Сюда можно поставить ручки. Сюда ставится блокнот. Это подставка для чашки. И еще где-то у меня, дети уже заиграли, был брелок для телефона. Вот примерно вот на это вот похожий. Просто подлиннее. В общем, классная-классная подставка. И пчелки довольно часто присылают подарки. Сейчас уже, по-моему, каждый раз. Не говоря уже о том, что от полутора тысячи бесплатная доставка. В общем, я, да, купаюсь у них. Я очень довольна. Ох, ну ладно. Ну, пожалуй, это мы с вами отложим. Это тоже. А вот с этим мы начнем с вами наш топ. Итак, первый набор. Они не дают названия своим наборам, к сожалению. Либо эти названия надо очень долго и сложно выискивать в интернете. А все наборы у них, как правило, ищутся по артикулу. Артикул это FFLTL005. Я тут уже немножко поковырялась. Ну и давайте, ладно, сразу откроем. Это все-таки волшебная страна. Поэтому у нас с вами сразу такая красивая открытка. Классные открытки, правда. Мне нравятся. Я сначала так не оценила их и не увидела всю красоту этих открыток, пока не увидела их в коллекции у Юли. Ну, как сказать там. Сама я очень падкой для до коллекции всяких, поэтому... Да. Заготовка, кстати, деревом пахнет. Почему? А, почему-то. Действительно, почему же эта заготовка пахнет деревом? Потому что у нас здесь дерево. Так. Вот здесь схема такая. Ну и сказать по правде, я так подозреваю, что я зашью всю заготовку. Потому как подразумевается, что вот эти части зашиваться не будут. Все, что идет вокруг котика, а я буду. Все вышивается крестом в две нити, поэтому, казалось бы, она могла бы быть побыстрее, попроще. Но я себе же это не облегчаю. Ключ. Номер один. Цвета. Смешно. Да, все одним цветом зашиваются. Все котики. Здесь показано, в каком порядке собирается заготовка. И, пожалуй, давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну, что, про ключ рассказывать здесь ничего рассказывать. Здесь все понятно. Все как всегда. И целый один цвет. Такие вот у нас... Ой, это прям вырезано. Не то, что нарисовано, а прям немножко рельефно. И мне это очень нравится. Мулине для вышивания котиков. И нитка для сшивания заготовки. Ну, здесь, кстати, иголка одна. Видимо, все это должно одной заготовкой делаться. Одной иголкой. Так, я так подозреваю, что собирается она у нас вот таким вот образом. На заднюю часть, так, вышиваем мы здесь, здесь задник, вышивается кот. Он пришивается к деревянной заготовке. Котики-кот. Много котиков. Ну-ка. Ладно, на руке я фокусируюсь, если это так грустно. А вот здесь не вышивается ничего. Поэтому при открывании у нас будет виден вот такой вот узор. Интересно, здесь отверстие... А, оно просто должно быть. Все. Такой вот красивый дублируется узор. И вот сюда убираются ножнички. Под рукой, к сожалению, нету. Я не могу примерить, как оно будет. Будет там удобно, неудобно. А здесь ли точно. Или я не дотянула что-то странное. Почему? У меня отверстия не сходятся. Как любопытно. Они у меня, правда, не сходятся. Какая разница от перемен. Посмотрите. Так. Мы четко фиксируем низ. Посмотрите на верхнюю часть, насколько выходят из-за заготовки. А! Конечно, они не сходятся. Подумала, коси поры, накосячили. Волшебная сторона первый раз оступилась. Нет. Это я подтормаживаю. Естественно, они не сходятся. Нужно же место, куда убирать ножницы. Они должны быть плоскими. Ну, не плоско, а не плотно прилегать. То есть, она пришивается именно так. Именно так по перфорации, как и нарисовано. Все нормально. Видимо, и здесь она не сойдется. Нет, здесь понятно. Вот здесь она идеально сойдется. Потому что всегда, когда я вышивала... Давайте посмотрим. У меня прям идеально... Да, вот она. Здесь она сошлась идеально. Вон, видите, прям отверстия светят. Вообще вопросов нет. Здесь она поверху сойдется, пожалуй, тоже идеально. А здесь она не пришивается дальше. Все. Молодцы. Молодцы. Делать его недолго. В общем, классный будет такой чехол для ножниц. Мне бы хотелось. Деревянный. Не хочу я этого надолго откладывать. Хочу довольно быстро вышить. Ну да, это у нас не кожа. О, смотрите. Кожа вот здесь на дереве. Видимо, она не идеально обработана в этой части. Она оставляет следы. А это кожа? Слушайте, ну, по идее, наверное, какая-то прессована. И я не разбираюсь в этом. Судя по всему, это не кожа. Ну, потому что, как минимум, запах кожи я знаю. А что я гадаю? Давайте не будем гадать. Из искусственной кожи все. Все сразу понятно. Нечего тут думать, что оно, как оно. Но такая вот красота у меня теперь есть. Ну, как есть, заготовка есть. Они, кстати, очень часто где-то делают свой штампик волшебной страны. Но здесь они, видимо, не стали. Здесь у них только буквы волшебной страны. А штампик это я имею в виду вот этот вот символ лебедя. Здесь, кстати, сразу понятно, что открытки делают именно они. У них лучше подарка, чем сделанные своими руками. Да. Следующий набор, который я вам покажу, это девочка и снег какой-то ТРТО. Если вы заметили, в прошлом видео у меня не было ни одного набора ТРТО. Потому как большая часть наборов от этой фирмы, которая у меня есть, они зимние. Я засмотрелась на некоторое количество их летних наборов. Достаточно немаленькое количество, но они из новинок, я их еще не успела приобрести. Ну или таких наборов, которые вне возраста, например, мне очень нравятся Даллас. Я в каком-то восторге от этого набора и с каким-то необычным, трепетным очень отношением. Ну так вот. В общем, большая часть того, что у меня есть, это именно зима. И вот она, моя зима. Это Снегокот. Девочка и Снегокот называется набор. Он 7,5 на 12,5 сантиметров. Небольшой. Так, посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас схема. Ой, какая вообще приятная схема. Тут сразу и бэк, и крестики. Все видно, все это. Ага. Только я подумала, что здесь... Только я подумала, что здесь только крестики. Ну, как я могла так подумать, что здесь и бэк. Ну, нет. А, здесь просто две карты. В схеме присутствуют три четверти креста, и вышивка выполняется крестом в две нити. Ну, оно и логично. Да. Третий цвет, скорее всего, как обычно, используется только в бэкстиче. Со второй палетой. Но я так подозреваю, что он используется только в контуре. Да, оно используется только в бэке. Бэк, да, только в бэкстиче. Размер у него 44 на 71. Небольшой. Простой. Бэкстиче здесь, ну, практически везде, не считая... Или нет, или я брал. Ну, ладно, по большей части счетный. Но нет. По большей части, но не весь. Ну, несчетного бэка здесь немного, он не... Там ничего такого из ряда. Вон, ну, из серии, смотрите, обувь у девочки. Она выполнена несчетным бэком. Лапки. Причем даже не про руки говорю, а про лапы. Ну, и руки, да, тоже он такой несчетный бэк. В общем, да, есть некоторое количество, но все равно, мне кажется, набор небольшой. Он очень быстро вышлится. Размер у него... Да, я уже говорила, 7,5 на 12,5. Небольшой. Какой здесь платок такой, знаете, яркое пятно будет вот в этом наборе. Класс. Ладно, схему посмотрели. Ни одного бленда, что хорошо. Никакого полукреста. Только крест, две нити и ничего больше. Джон Джеймс у нас иголочка в наборе идет. Аида у нас 14, небольшой такой отрез. И нитки. Покажу вам нитки. Не буду, наверное, их уже разворачивать, что в этом сложнее будет свернуть их. Цвета, кстати, вполне себе корректные. Единственное, что этот у вас, наверное, серый выглядит, но он такой более серо-розовый, что ли, такой цвет. Ну, темно-серый и черный. А вот этот цвет, он скорее такой оранжевый. У вас он бежевый выглядит. Даже не знаю, не совсем персиковый вот так, а не бежевый. Господи, вот если бы я услышала эту фразу, персиковый, а не бежевый, я бы в жизни не поняла, что имеется в виду. А по факту, глядя на оригинальный цвет и то, что у меня показывает камера, я понимаю, в чем разница. Тут, кстати, тоже была она, скорее всего, скрип. Ух ты! Здесь три палеты. Так, номер один. А, видимо, первую просто типа как разрезали, и там идет 15 цветов. Да. И считается, что это номер один. А это вторая. Ну, по факту это 1, 2, 3. Странная, конечно, такая интерпретация. Сейчас, правда, да, вот они, 15 цветов. На первой палете. Ну, да. У нас сейчас в Питере гроза. Два дня подряд была ураган. Я сегодня еле дошла до сада, меня чуть не снесло. Жара 27, так тепло, так хорошо. Нет, мне все нравится. Мне нравится погода, мне нравится это тепло, мне нравится ветер. Даже дождик шел исключительно вовремя. На улице меня не поймал ни разу. В общем, я очень довольна питерской погодой. И вот смотришь на эту зиму и так немножко ежишься. Я люблю тепло. Очень люблю тепло. Я, кстати, пока буду убирать, расскажу вам. Думала одно время о том, а не было бы лучше мне жить бы в другом климате, в жаре, вот круглый год у моря. Там, где лето, вот всегда лето. Всегда жара, всегда тепло. Вот. Ну, сейчас я уже обдумываю это более так конкретно. Понимаю, что нет, так не бывает, что все равно какой-то зимний месяц есть с сезоном дождей. Ну, дождь меня, кстати, никогда не огорчала. Ну вот. А сейчас понимаю, что даже... Ну, я обожаю свой город, а нет, не лучше. И при всей моей огромной любви к лету, при всей этой страсти я, тем не менее, обожаю свой город. И я считаю, что зима тоже должна быть, и снег, и вот эта смена погоды, смена времен года, она такая заметная, она такая ощутимая. То, что она есть у нас, мне очень нравится. Не знаю, это дает более полную жизнь чувствовать, дает, возможно, ну, много разных моментов, связанных с каждым временем года. И если чего-то лишиться, то того же снега в Новый год, кутаться во что-то теплое, ходить под дождем, пить горячие напитки, горячий кофе после прогулки, после улицы. Ну, нет, я не готова. Люблю свой город, люблю свой климат, вообще люблю свою жизнь, и ничего менять не хочу. Как вы уже догадались, набор, который я покажу сейчас, это набор от компании Фрузилок. Причина, по которой я горячо обожаю этот набор, и я пришла в восторг, увидев его в первый раз, это его название. Называется он Кошинята. Я понимаю, что разрабатывается он в Украине, это украинская компания Фрузилок. И, собственно, оттуда к нам его и привозят, и, естественно, название дано на украинском языке. Ну, здесь украинский и английский. Да. Не подумайте ни в коем случае, что я смеюсь над языком. Нет, мне наоборот, ну, я его не знаю. Так вот, это слово по мне так очаровательно звучит. Ну, естественно, он в переводе на русский означает котята. Ну, котята – это котята, да, котята – это милые, но в слове котята, ну, не знаю, милые вот только от самих котят, наверное. Само по себе слово не вызывает у меня каких-то эмоций. Ну, вот здесь Кошинята – это же так мило, да, не правда Кошинята. Да, в общем, сейчас это, наверное, мое любимое слово в украинском языке. Да, наверное, не будем говорить о родном языке, а из всех иностранных языков, да, Кошинята – это пока мое любимое слово. Ну, и, собственно, вот он набор. Да, здесь есть еще одна такая классная штучка. Это вот такая вот шармик, ну, такой вот шармик с ведьмочкой пришиваются. Котята еще такие милые, они сидят, так голову наклонили, смотрят на эту ведьму. В общем, давайте смотреть, что там внутри. Да, еще, конечно, что не может не радовать, здесь есть такие знаки, что внутри есть нитки, внутри используются нитки DMC. И есть ссылка для скачивания файлов для саги. Мне, если честно, даже немножко интересно стало, есть ли там, в принципе, внутри русский язык. Так. Красота, красота, ключ. Так, русского языка внутри нет. Но, с другой стороны, и украинский достаточно понятен. Поэтому, хоть мы его и не знаем, хоть я его и не знаю, но мучиться не буду. Интересно, у них указано и с этой DMC. То у них, на самом деле, указан ключ в нитках DMC. Видимо, по факту, только собрав. Ну, можно его взять и вышить на пластике. Не будет, правда, шарма. Не будет этой деревянной заготовки. Но зато будет вышивка. Ну, мне это не интересно, тем более, что у меня есть набор. Так. Ссылку я вам тут засвечивать не буду для скачивания. Покажу схему. Схема. Вот о чем я вам говорила, что мне очень нравится. Бэк. А здесь нет бэка. А здесь бэка нет. Есть бэк и нет бэка. Есть бэк и нет бэка. Отложим пока. Открытка. В прошлом у меня, по-моему, другая. Красивая открытка. Мне нравится. Две иголочки. И смотрите. Вот я сюда положу, чтобы она... Вот она такая ведьмочка, ведьмочка. Такая неладкая. Класская. Классный шармик. Кстати, пока я тут заметила, сразу скажу, что размер у нас 52 на 64. Но это размер не самой вышивки, а... Ну, вот я бы взяла, например, сказала 50. Вот усреднила бы на 60. Потому как здесь есть поля, а я говорю размер на сетку. 50 на 60. Так и запишем. Несмотря на то, что ключ выглядит достаточно большим, но по факту я не вижу здесь такого количества цветов, чтобы меня пугало. Немного и... Очень они так скучкованы, собраны вместе, что никаких сложностей его вышить не будет. Я даже шахматки не вижу. Я, кстати, все думала, почему людям не нравится шахматка. Да потому что вышивать это еще удовольствие высчитывать. Вот. А так, когда ты этими линиями шьешь, это все-таки другое ощущение. Я думала, что здесь лист сложен в две части. Но нет, здесь опять очень плотная бумага. Мне нравится. Так. Немножко почему-то погнулся фетр. Не знаю, почему. Но на этом разглазится. Классный. Вот мне все в нем нравится. Он плотненький, толстенький. Такое даже ощущение, как немножко резиновый. Но мне жутко не нравятся эти отверстия. Я не могу понять, зачем они и откуда они здесь берутся. Ну вот, я надеюсь, что мне удастся избежать. Я это вижу даже на некотором расстоянии. Вот даже на отдалении. Они мне прям бросаются в глаза. И я не хочу их видеть. А вот здесь почему-то... Интересно, это сходится с рисунком? Нет, наверное, не сходится. Не сходится. Но видите, вживую это не видно. Это видно только на видео. Вот то, как вот эти вот полосы. Я думала, что это... Так оно вышивается. Нет, с обратной стороны он другие. Да. Вообще, кстати, не видно это вживую. Вот эту полосу еще худо-бедно как бы чуть-чуть видно вроде, да. А вот это вот разница этой. Ну, только если прищуриться, совсем как-то отдалить, да. А у вас это просто в кадре видно. Ох, как всегда, пахнет немножко поджаренным деревом. Такая вот заготовка плотненькая, толстенькая. Гладкая, кстати. Нитки вам покажу. Не буду раскручивать. Это все в такие красивые косицы скручено, сложено. Здесь бордовый цвет. Как всегда у нас, видите, как идет, ну, как голограммно выглядят надписи все. Потому что они голограммно выполнены, но они такие блестящие. Ладно, это не голограмма, но блестит. Вот этот цвет косицы мне очень нравится, очень красивая. Вот. В общем, нитки тоже классные. Их у нас цветов 13 штук. Кстати, да, надо посчитать цвета. 13 цветов. Размер я написала. Да, в принципе, все уже и показала, и рассказала, и посчитала. Ну, здесь с кашинетами понятно. Я дам имена моих мальчишек. Хотя есть еще вышивка одна, тоже на деревянной заготовке, но там с цветами. Там, по-моему, тоже рыжий кот. Так вот, она называется, ну, в переводе Федор. Я не помню, как это по-украински. По-моему, Фейдер. Как это так? Фейдер, по-моему. Но это не точно. Не знаю языка, к сожалению. Так вот. И она называется именно, ну, как бы, там тоже кот. Хотя, не знаю, не уверена, что я ее закажу. Пусть это будет у меня мальчишками. Знаете, что здесь, что я вам показываю? Что я приложила Федор, а его не видно. Ну, я так полагаю, что не видно. Вот. И я так думаю, что его нужно приклеивать. Не люблю я приклеивать, и я предпочитаю прошивать. Поэтому, скорее всего, по контуру здесь ничего такого нету. А вот у меня будет. Я сделаю. Смогу ли я, интересно, это сделать? Нет, она будет зигзагами, если я буду прошивать как бэком. Надо подумать. Видимо, все-таки приклеивать и по бэку в некоторых местах пришивать. Не хотелось бы. Ну, ладно. Ну, и раз мы с вами заговорили о шармах, то покажу-ка я вам такой набор от Милхила, который мне пришел довольно давно. Они прям продаются в таких зип-пакетах. Здесь еще с обратной стороны у нас показаны варианты, чего можно было бы еще докупить. Но это так мелко. Мне, если честно, непонятно. Возможно, мне бы понравился бы фуллбэк, вот этот набор. Но я его, опять же, не могу рассмотреть. Вот этот бы мне 100% понравился, потому что он у меня есть. Я его обожаю. Давно засматривалась на эти фонари, и очень-очень сильно у меня тут руки зачесались вышить Милхил. Я его начала в начале месяца. А еще мне очень сильно хотелось вышить именно эти наборы. Они маленькие. Ну, видите, 4,5 см на 8,3 см. По сути, их можно вышить на... На чем же их можно вышить там? Ну, на пластике, как я изначально собиралась, и... Ну, там, на коричневом. И-и-и. Ну, и сделать магниты на холодильник. Кстати, да, в этом наборе так и подразумевается, что это будут магниты, потому что, вот видите, у них здесь в числе прочего в комплекте идет еще и магнит. Причем я, по-моему, рассмотрела сначала эти маленькие наборы, такие малявочки, и подумала, что у них это, ну, просто способ закрепить иголку. Таким вот образом ее, не знаю, продать иголку эту в наборе. Но по факту нет. Это и подразумевается, что будет магнит. Здесь, как всегда у нас, видите, перфорированная бумага. Это, наверное, садик. Хотя она с двух сторон одинаковая. Обычно там как-то понятнее, где какая сторона, а здесь она одинаково крашена. Ну, как бы и неплохо, какая разница. А, знаете почему? Потому что задник же у нас, он не уберется под раму, а он будет, ну, в ходу, он будет виден фетром. Это все не закрывается, кстати. О птичках. Ну, хорошо, что мне Саша подарила набор фетра. Да, фетра тут нету. Ну, ладно. Нету и нету. У нас есть схема. Схема у нас есть только в варианте с бэкстичем сразу. Только такой вариант. Причем крестики они не считают. Но размер я вам сразу скажу. 50 на 27. Да, 50 на 27 крестиков. Здесь очень много видов бисера. Хотя нет, видов немного. Всего три вида бисера. Один шар. Бэк. Ну, это, видимо, то, как вышивается, чтобы не это спутать. Три вида бэкстича, я так понимаю. Смирно стичь. Надо, кстати, почитать, что же это такое. Стрейк. Стрейк стричь. Ой, надо все почитать. Вот бэкстич, знаю. А вот эти вот, не знаю, надо почитать, что же. А, вот. Здесь указано, как они делаются. Интересно. А, бэкстич, типа, в каждую клетку должен идти. А это, типа, выкладная нить. Все, вот бэкстич, выкладная нить и... Ну, нет, кстати, не выкладная нить. Здесь про выкладную ни слова нету. Но такие вещи, как правило, наверное, шьются выкладной. Хотя не здесь. А вот это, ну, типа, такого крестика, не крестика. Ну, и маленькая черная звезда у нас есть. Сейчас мы все это подробнее посмотрим. И заодно я вам расскажу, почему я ее не стала вышивать. Только я в нашем чатике оговорилась, что я бы хотела вышить этот набор. Так, не могу все никак разобраться со штативом. Он у меня еще очень гуляет, поэтому картинка, наверное, будет периодически плясать. Ну, ладно. Так вот, только я говорила в нашем чатике, что все, не хочу больше ждать. Не могу. Я решила, я бы начну. И одна из девчонок, я не помню, кто пишет. Да, я бы тоже хотела начать. Но я тут слышала, что у гаммы выйдет черная конва пластиковая. И я подожду ее. Я думаю, блин. Ну, в общем, я поняла, что я не смогу не ждать. Я хочу его вышить на черной пластиковой конве. Хотя, а вот, кстати, смотрите, здесь и написано, что магнит включен. Хотя, видите, здесь видны вот эти борты. Ничего, они не черные, а прям коричневые. Но я не вижу в этом смысла. Ну, ни единого смысла. Вообще ни единого. Немножко сложновато в этой части будет вырезать. Что-нибудь придумаю. Надо будет подумать. Ладно, давайте взглянем быстренько бисер. Он, кстати, вот где можно было брать черный бисер. Он квадратный, что ли? Наверное, мне кажется. Потому что так ты смотришь... Да не, круглый. Круглый все нормально. Вот. Ну, вот он, аппетит бисер. И вот такой еще бисер. Этот не аппетит, этот стандартного размера. Его немного, но его и пришивается-то, в общем-то, немного. Кстати, хотела бы еще раз почитать в ключе. У них указывается, каким образом присылается бисер всегда. Так, пришивается полукрест, полукрест и крест. Бисер аппетит пришивается крестом. Когда буду вам показывать наборный уфил, я вам расскажу, что это на самом деле не значит. Я немножко удивилась, когда увидела это, перечитала. Сначала, кстати, неправильно я вышивала, потому что вариант я увидела вышивки на форуме, на каком-то. Вот. Ну, инструкция же не для нас. Надо усвоить. Что там эти нерусские нам скажут, американцы? Что они про нас понимают? Зачем инструкцию какую-то читать? Да, конечно. Благо, что оно все не было окончательно испорчено. Но в двух словах покажу. Вот здесь в инструкции показано, как пришивать бисер крестом. Как полукрестом и как крестом. В общем, инструкция для чайников-то вся все содержит. Даже как пришивать этот шармик. Все есть. Нитки. А сколько цветов-то у нас вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов. Всего шесть. Медиум оранж, елл оранж. Опять мне вот эти 50 оттенков цвета надо будет разбирать. Не очень мне это нравится. Ну, ладно, наверное, вот это желто-оранжевое, вот это медиум оранж. А какой там еще вариант у нас был? А, есть лайт оранж, медиум оранж, елл оранж. Видимо, лайт это вот это. Это медиум, это елл оранж. А это просто елл. Блэк и грей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все шесть цветов нашла. В принципе, всего шесть цветов не так сложно и разобрать. Ладно. Ну вот, правда, бери и начинай. Это было, не знаю, месяц или два разговора о том, что все, я на месяца два, когда мне первый раз накрыло, что хочу, не могу вышивать нюхил. Что, ладно, маленький, это можно взять, это не страшно. В общем, два месяца я ждала, и вот он появился в продаже. Он заказан у пчелок, он готов меня к отправке. Но пока у меня, мне пока никак не выкупить. Поэтому чуть-чуть придется подождать. Ну, а так как я уезжаю в деревню, подождать еще пока все это придет, я вернусь из деревни и смогу все это начать вышивать. Ну, кстати, да, пока я вернусь. В общем, пока будет подготовка к школе, пока там буду собирать остальные детей в сад, разбирать вещи. За то время, что мы будем в деревне, муж, по идее, должен много что по ремонту сделать, по мебели собрать, изобрести. В общем, пока всем этими делами буду заниматься, мне будет не сильно, наверное, до Милхилла. А вот по осени, я думаю, что как раз к октябрю, ну, надо себе позволить уже и вышить его. Сколько можно? Хочу. Прям хочу. Он меня ждет. Причем вышли оба. Во втором этот набор мне, наверное, сам по себе из этой пары очень нравится. А во втором наборе я тащусь от шарма. Шарм там сказочный. Шарм там шикарнейший. Наверное, изначально то, что было, я клюнула это на шарм. Боже мой, посмотрите, у котика под животом паучок сидит. В общем, шикарный набор. Я хочу на Хэллоуин эти магниты повесить на холодильник. У меня, по-моему, где-то, кстати, где-то была и сага. И можно было посмотреть, не уверена насчет саги, но, по-моему, было. Можно было посмотреть размер этого набора в крестиках. Ну, хотя тут и считать-то, в общем-то, несложно. Но все равно мне любопытно. Пятый набор, который я вам покажу, лежит у меня по таким вот двум пакетам. А почему он у меня так лежит? А потому что, если вы помните, заготовки я просила мужа покрасить, и я не хотела этот запах переносить в пакет с набором, поэтому они у меня хранились отдельно. Ой, они до сих пор как-то так себе пахнут. Надо было бы их, наверное, проветрить. Когда я вышивала, этот запах как-то подушел. Помните, да, моего котика прошлого вышитого. Не готова пока начать следующего. Еще много-много стартов, незапланированных, много хвостов. Но надо будет им заняться, возможно, после лета. Почему им? Наверное, даже не им, а который будет в тот сезон. А я полагаю, что это будет осень. Снова тыквы. В общем, много тыкв меня ждет этой осени. Ну, в общем, такая заготовка. Она даже не то, чтобы прям крашеная, она тонированная. Если вы видите, вот они... Сейчас я достану из пакета. У них в наборе она... Ну, просто цвет керева. У меня она несколько белесая. Вот она. Она более так желтитая, а у меня более беленькая. Мне такой вариант больше нравится. Еще мне нравится, что то, что выжжено, вы видите, оно темное. У меня, правда, подзакрашено. Но внутри это не так заметно. И через вот эти прорези видно, что она потемнее. Мне нравится. Так. Вот такой вот у нас летний котик. Не помню точно название набора. Напишу его у вас обязательно наверху. Но, по-моему, это летний день. Очень клевый. Мне зима безумно нравилась. Наверное, зима мой самый любимый. Ну, и вот этот набор мне очень нравится. Здесь, кстати, он легко будет вышиваться бисер одним цветом. Бисера немного. Они идут рядами. Высчитывать здесь несложно. Вот с котиком надо будет поковыряться. А все остальное просто. Простенько. Давайте посмотрим схему. Я вам покажу пока ниточки. Вы пока посмотрите на них. А сама я посмотрю на схему. И я была права. Даже котик на самом деле не такой сложный, как был кот в прошлом наборе. Посмотрите. Здесь, во-первых, по схеме очень мне нравятся символы. Во-вторых, да, здесь идут полосы. Но там как-то все очень много. Шахматки каких-то таких кусков. Вот как здесь, в какое-то несколько месиво-месиво. Там было так же. А здесь все очень просто. Очень классный котик. Он можно быстро взять. Даже вот внизу вот эту часть взять, она все равно гораздо проще, чем было там. Там дальше шли цветы. Вот видите, здесь вообще все очень и очень просто. Классный кот. Сел и вышел. С бэком ничего сложного. Он не очень нравится. Надо бы сделать себе копию этой схемы. Может быть, уже снести, вышить. Да, никаких там матских шахматов. Никаких этих. Классный. Здесь, мне кажется, есть французские узелки, что ли. Или это бэком как-то выполняется. Смотрим. Полный крест в три нити. Вся вышивка выполняется крестом в три нити. Это и хорошо, и плохо. Хорошо это в каком плане? Сейчас посмотрим, конечно, на нитки, но я уверена, что там маленькая нарезка. Так. Ладно, покажу вам ключ. Будем смотреть вот вместе. Чтобы вы мне не верили на слово, а прям увидели это. 22 цвета, 2 бленда. Кажется. Да, бленд. Да, 2 бленда. Бэк в одну, в две нити. В две. В две это номер три. Белым цветом. Не вижу. Глазки. В три нити. В две нити это только глазки. Все остальное в одну нить. Фрузилков я не вижу. Спасибо. А, бисер. Нет, ну бисер понятно. Фрузилков нет. Фетр вырезать по размеру вышивки и пришить мононитью по периметру или приклеить с изнанки. Хорошо. Поступим, как в прошлый раз. Наверное, только единственное, что я сначала вырежу, а потом уже буду пришивать. Не буду так мучиться. И не мононитью, а буду пришивать. Сейчас посмотрим, что у нас здесь идет. Да, вот здесь у нас опять так же идет бэк по периметру окна. Именно так и сделаю. Котик достаточно будет контрастным, надо сказать. Бисер. Хочу вам показать бисер. Так, как он лежит тут. Красуйся. А, что-то я меняю фокус. Вот он. Бисер за серебряный схватывается. Он серебряный, он крупный. Он классный. В общем, зависла я рассматриваю. Бисер перебираю. Нарезка. Ну да. Коротюсенькая. Коротюсенькая нарезочка. Бедная мы, бедная. Ну, учитывая, что здесь все вышивается в три нити, весь дизайн, то и ладно. Короткая и короткая. Довольно быстро все это... Ну, белого как много. Как много белого. Интересно, куда же он идет? Возможно, подразумевается, что этим белым еще пришивается бисер. Но я буду, естественно, пришивать его титаном стол. Так что у меня много снится. Иголок. Где наши иголки? Одна иголка. К деревянной заготовке. Ну, зачем вы так поступаете? Зачем? Их нужно сюда класть минимум три. Кстати, вот то, что я вам показывала в распаковке. Там, где был пчел и чертополох. Вот пчела, допустим. Вот она. В пчеле я не знаю, но в чертополохе четыре иглы в наборе. Четыре! Я так все подумала. Интересненько. А почему их там четыре? Может быть, они ломаются? Четыре иглы даже деревянной заготовки. Никто столько игол не кладет. Никто. Из мне известных. Ладно, я не буду за всех говорить. Так вот. Думаю, видимо, там все очень... А! Все! Я думала, там все очень грустно. Нет, четыре иглы там, потому что они рекомендуют вышивать методом парковки. Делать этот бархатный шов методом парковки. И цветов там хватает под эту парковку. Все. Простите. Ну ладно, бог с ним. Ну вот сюда надо было. Бог с ним, я бы с парковки там четыре иглы, это четыре цвета. Вытащила бы я уже эти иглы оттуда и не умерла бы. Ничего бы со мной не случилось. А вот здесь, вот здесь, я так, кстати, не нашла ту искореженную иглу. Но когда я искорежу ее на этой заготовке, я вам покажу, что с ней превращается. И вообще даже не беритесь вышивать без грейфера на деревянной основе. На такой большой тем более. Вот не мучайте себя. Нитки красивые. Летние прям. Ну это летний день, да. Там была зимний вечер, это, видимо, летний день. Да. Так и хочется их подольше перебирать. Я, видимо, видимо, мне не хватает каких-то тактильных ощущений цветотерапии. Я сейчас активно пытаюсь продвигать Дим и шью там черным цветом. Мне на этой неделе надо нашить максимальное количество крестиков. Естественно, у меня нет шансов. Никаких. Думаю, ладно, возьму-ка, я вышью хотя бы полукрестом, постараюсь побольше. На самом деле дизайн, который я вышиваю, он в большей части вышивается полукрестом. Вот. Ой. Да, все равно я всю схему вам показала. И мне придется, конечно, немножко поломать голову в контексте того, что когда я вышью весь полукрест, может, не весь, но как бы большую часть, и начну шить крест, как там раньше было просто идти, если ты вышиваешь английским, по-моему, методом, то есть сначала ты вышиваешь полукрест в одну сторону, а потом эти полукрестики закрываешь, то ты не путался. Например, у тебя черный цвет, рядом крестики и полукрестики. И вот ты не путался в плане того, где тебе нужно закрывать, потому что нижний полукрест у тебя в другом направлении. А вышивала я жарптицу, а жарптица так не считает. И Дим, кстати, тоже так не считает. Поэтому у меня будут сложности с этим. Я и так-то любитель ошибиться, у меня много косяков. Вот здесь у меня начнутся сложности. А заготовкой я решила все-таки убрать к ниткам. Ух ты с ней. Она, видимо, пока я снимала видео, чуть-чуть все-таки подпроветрилась. Но в этот раз точно в следующую пятницу будут мои продвижения и новые старты. У меня два новых старта. Три. Ну и два финиша. Об этом я уже говорила. В общем, будет что-то новенькое, что посмотреть. Также я внесла изменения в один из наборов, и мне очень интересно было бы знать ваше мнение. Поэтому не забудьте прийти в следующую пятницу ко мне на канал. обязательно подписывайтесь. Это очень помогает продвижению канала. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии. И что еще? И давайте не забывать про нашу традицию. Присылайте фотографии работ бабушек, дедушек, детей, внуков, родителей на мою почту внизу в описании. Ну а я вам сегодня покажу вышивку моей бабушки, козин Зуи Ефремовны. Я, к сожалению, не знаю, когда она была выполнена, поэтому им места точно сказать не могу. Но это была Новосибирская область. Но вышивку эту привезла мне моя тетя, непосредственно дочь бабушки. И она попросила ее перевышать. Сама работа выполнена в технике болгарский крест, но она попросила, но она сказала, чтобы я не мучилась, и вышила обычным крестиком. Так что у меня впереди не очень скоро, но тем не менее такой немаленький проект предстоит. Не знаю еще, как я это буду выполнять, но как бы это ни было. Ну а сама работа очень немаленькая, примерно вот такая, даже больше, наверное. Ну а я с вами прощаюсь. Всем хороших выходных. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok